Приветствуюсь, дорогие друзья, с вами Дмитрий Турхан. Сразу хочу поделиться фактом о себе. Я занимаюсь флористикой уже 28 лет и успешно соединяю в себе несколько ролей. Я являюсь преподавателем, ментором и преподаю по всему миру. Также я флорист, художник, который создает инсталляции по всему миру. А также еще совмещаю роль бизнесмена, который работает в двух странах. У меня цветочное бюро в Санкт-Петербурге и международная школа флористики Туркан Flower School. Подписывайтесь прямо сейчас на мой канал, ставьте лайк, и я уверен, что это видео вам очень понравится. В этом видео я развею три мифа об ивент-индустрии, о свадебной флористике, которые чаще всего блокируют развитие флориста и не дают ему зарабатывать. Первый миф, что свадебных декораторов приглашают только на большие, глобальные, на масштабные мероприятия. И хочу вам сказать, что это не так. Сейчас большие обороты и большую популярность набирают камерные мероприятия, камерные свадьбы, где собирают самых-самых близких людей. И на такие мероприятия не жалеют никакие средства для того, чтобы это было красиво, запоминающееся и осталось на всю жизнь. Поэтому цветов используют на такие вот камерные мероприятия большое-большое количество. Также флористы-декораторы нужны на дни рождения, на открытие бутиков, магазинов, для того, чтобы оформить входную зону в ресторан или в магазин. И здесь не нужно обладать огромным опытом работы на больших мероприятиях. То есть каждому специалисту всегда найдется заказчик. И если говорить про страны, то в Эмиратах, допустим, большой популярностью пользуется такое мероприятие, как рождение ребенка. И на этот праздник не жалеются никакие деньги. И здесь, конечно же, идет огромное раздолье для флористов. Потому что маленькая площадь, много цветов, деньги не жалеют, и все радостные и счастливые. Если говорить про Европу, то здесь все делается поменьше, камернее, но делается все эстетически, на высоком эстетическом уровне. Также здесь используются дорогие эксклюзивные цветы, красивая посуда. И здесь тоже флорист может проявить себя в полной мере. Поэтому не верьте, что декораторы нужны только на большие мероприятия. Декораторы нужны везде. Поэтому учитесь делать небольшие инсталляции, которые будут вас вдохновлять и которые вы сами сможете реализовать. Миф второй. Без роскошного портфолио вы не найдете клиентов. И придется для составления этого портфолио пахать, вкладываться бесплатно. В этот миф я тоже верил. Что же получилось? Я делал бесплатно, либо по себестоимости, либо за небольшое вознаграждение. И на выходе получал неудовлетворение, выгорание и недовольство собой. Но давайте я развею сейчас этот миф. Как можно сделать по-другому? Один из вариантов это прийти на обучение на Event Profi. Благодаря этому обучению научиться создавать проекты. И уже с этим проектом идти к клиенту и показывать на проекте. Без того, чтобы показывать фотографии реального проекта. Это нормальная, адекватная практика для современного мира. Потому что, чтобы создать портфолио, чтобы создать проект, необходимо огромное количество материала. И современные декораторы используют только референсы и проекты. Кстати, ссылку на регистрацию на Event Profi я оставлю прямо под этим видео. Во-вторых, клиентам нет большой разницы показывать ли вы дизайн проект или фотографии с женихом и невестой. И так делают многие мои ученики, которые уже отучились на Event Profi. И говорят честно, что это их первый проект. Вот дизайн проект, я готов его реализовать. А другие, внимание, хозяйки на заметку, говорят, что я вам показываю только дизайн проект, потому что это было частное закрытое мероприятие. И фотографии, к сожалению, я показать не могу. Поэтому здесь включайте свою смекалку, как донести клиенту, что вы работаете по дизайн проекту. Чтобы начать свой путь, свое развитие в Event Floristica, не нужно начинать с бесплатных мероприятий. Необходимо начать с профессионального, качественного обучения. И тогда вы получите очень жесткую такую точку опоры, от которой вы сможете всегда отталкиваться и быть на высоте, то есть быть в себе уверенным. Что это значит? Это значит, что у вас будет стопроцентное понимание теории, практики, что вы сможете легко и качественно делать презентации своих дизайн проектов, что вы сможете подбирать качественные, интересные мудборды для того, чтобы вдохновить своих клиентов. Будете понимать основы расчетов, презентации сметы. Будете понимать, как договариваться с подрядчиками для того, чтобы они вас не подвели. И как проводить затем финансовые расчеты по каждому мероприятию. Еще очень важный момент – это коммуникация с клиентом. Как правильно коммуницировать, как доносить свои мысли, чтобы с вами соглашался клиент. И последний момент очень важный – как стать креатором, создателем, а не просто копировать картинки из Пинтереста. Всему этому вы можете научиться на курсе Event Profi и стать уверенным специалистом, выйти в поле боя с намерением победить. Третий миф. Самый мифический миф, который я слышал. Что декораторы нужны только на летний период, потому что только летом происходят свадьбы. Ну, смешно. Сейчас я вам расскажу. Друзья, во-первых, свадьбы играют круглый год. Это достоверная информация. Я провел исследование своих 120 учеников, которые отучились в прошлом году у меня на Event Profi. И они мне эту информацию подтвердили. Тем более, когда камерные мероприятия сейчас, как я вам говорил, супертрендные, именно маленькие, на 15-20 человек мероприятия, такие мероприятия проходят круглый год. И, соответственно, работа Event Florista нужна круглый год. Во-вторых, быть Event Dekoraтором, это не значит, что работать только на сезонах. Быть Event Dekoraтором, это значит путешествовать по всему миру. Потому что свадебные периоды в разных странах, они абсолютно разные. Допустим, в Эмиратах свадебный период начинается с осени по весну. В Европе, например, свадебный декоратор начинает свою работу с начала апреля до конца октября, начала ноября. В России свадебный декоратор начинает свою работу примерно с мая месяца по конец сентября. И здесь все зависит от вас, где вы хотите находиться в этот период времени. Потому что профессия флориста-декоратора востребована круглый год. Главное условие – это качественно совмещать в себе теорию и практику. И быть настоящим творцом и менеджером в одном лице. Это были три мифа о профессии флориста-декоратора. И теперь поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какой миф не давал вам развиваться и мучил все это время.